Град из яиц, потасовки и около 50 пострадавших о противостоянии в минувшее воскресенье на Аллее Славы в Запорожье в репортаже наших корреспондентов. 11 часов, площадь имени Ленина, санкционированный митинг так называемого Юго-Восточного фронта. Участники акции по митингам АП под памятником Ленина перемещаются на Аллею Славы. Полдень, площадь возле Запорожской облгосадминистрации, Народная Веча. Участники празднуют Вербное Воскресенье. Звучат антивоенные лозунги. Некоторые выступающие предлагают организовать шествие до Аллеи Славы и пообщаться там с пророссийски настроенными протестующие. Другие призывают не провоцировать ситуацию. У нас много. У нас сегодня вот эти сепаратисты, которые собрались возле памятника Ленина, они на самом деле, их немного, но они считают, что они тут правы решать, каким будет Запорожье. Скажите, вы с этим согласны? Почему мы стоим здесь? Идем! Собираемся и идем! Так называемые сепаратисты, не так называемые, а сепаратисты. То есть это 150 людей, в большинстве бабуси и дедуси. Молодцы там людей 30-40, не больше. Поэтому мои личные виды, что не стоит сейчас организованно, например, туда идти, потому что это будет только картинка для российских ЗМИ. Несмотря на призыв никуда не ходить, по окончанию митинга представители права сектора и самообороны выстраиваются в колонну и отправляются в сторону Горсовета. К ним присоединяется часть участников Народного Веча. В квартале от «Аллеи славы» колонну евроактивистов останавливают правоохранители. Они призывают прекратить несанкционированное шествие. Добой идут, по своей земле идут домой. У нас нету колора, у нас нету колора. Мы с последней, мы с последней, мы с последней, мы с последней. Часть активистов остается возле кордона милиции и возвращается к облгосадминистрации. Остальные пересекают проспект и идут в сторону бульвара Шевченко. Группа Майданацевой и представители милиции ведет переговоры с лидерами так называемого Юго-Восточного фронта, уговаривая их разойтись. Достичь договоренностей не удается. Если слышишь, мы даем право сектору, даем вам ультиматум. Либо вы расходитесь, либо мы сейчас собираемся и все-таки закрываем. И вас больше не будет. Два лагеря разделяет проспект Ленина. А со стороны Аллеи Славы, окруженные сотрудниками правоохранительных органов, пророссийские активисты. Напротив, их оппоненты. Наша любовь, отношение свободы. Наша любовь, отношение свободы. Прокурор Запорожской области уговаривает обе стороны разойтись и не провоцировать ситуацию. Ты хочешь крови, я знаю. Я знаю. Но ты же ездил на войну. Я ездил на войну. Митинг за концу. Расскажи людям, пусть расходят. Вот, разошлись здесь. Мы уже расходились. Разойдутся. Я знаю, что вы расходились. Абсолютно верно. Двинулся право. Почему я сюда приехал? Я прошу, разводите вы. Я пошел беседовать на ту сторону. Я вам говорю, это кончится гражданской войной. Это кончится кровопролитем. А мы не все. Это кончится, что дядя Вова введет сюда танки. Майданов с невольшими группами пересекают проспект Ленина и выстраиваются напротив оппонентов. Им предлагают покинуть аллею через специально организованный коридор. Некоторые покидают площадь. Большая часть представителей Юго-Восточного фронта остается на месте. Тогда в ход идут фаеры, яйца, пакеты с мукой, зелёнкой и туалетная бумага. Начинаются стычки. Кто-то распыляет газ. На представителей Юго-Восточного фронта обрушивается град из яиц. Также активистам удается вырвать флаги у политических оппонентов. В колеи славы подъезжают кареты скорой помощи. В них грузят пострадавших. На проспекте останавливается автозак. В него заводят и увозят несколько пророссийских митингующих. Ещё одна попытка вывести находящихся в окружении. На проспект подъезжает автобус. Однако ему не дают остановиться, чтобы загрузить представителей Юго-Восточного фронта. Очередная попытка увезти пострадавших пророссийских активистов на автозаке. Потастовка из-под капота машины повалил дым. Темнеет на аллее славы. Прибыли представители нескольких религиозных конфессий. Достигнута договорённость о выводе пророссийских активистов из окружения. Образуется живой коридор из милиции и представителей самообороны. Колонна двигается к областному управлению по борьбе с организованной преступностью. Пророссийских митинговавших заводят во двор здания для дачи показаний. Пророссийских митинговавших